здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня у нас в обзоре кардиган короткий такой классный мне так понравился связан он полупатентной резинкой так что узор я показывать не буду буду показывать саму модель девчонки модель очень интересная и все-таки я склоняюсь что все-таки очень-очень так много всего интересного я буду скорее всего вязать если как бы получит отклик это видео то я все-таки склоняюсь к тому чтобы вязать мини-версии подробно разбирать подробнее но в мини версиях потому что я действительно не успеваю это не шитьё это вязание это занимает много времени и я не успеваю все сделать то что я хочу и то что хотите вы поэтому предлагаю вот такой вот вариант напишите мое свое мнение под видео в комментариях ну и соответственно отклик на саму модель много отклика я делаю этот подробный мастер-класс мало отклика я его не делаю система понятна под видео есть ссылка на instagram можете присылать свои какие-то на разбор модели вас интересующиеся интересующие вот а сегодня мы разбираем этот вот кардиганчик такой вот симпатичный значит связан он поперечным вязанием вот начинаем мы с рукава что интересно что рукав ну соответственно сразу резинка это нам понятно далее мы вяжем рукав до проймы но рукав у нас добавляется петли вот здесь вот немного на нужной ширины и по центру то есть из одной 3 я бы сказала вот таким вот образом добавляются по центру рукава петли в общем в общем в общем значит мы таким вот образом завязали до плеча то есть добавили по бокам и давали по центру сколько добавлять понятное дело что надо рассчитывать по плотности вязания тут уж никак я вам не скажу точных цифр вы просто измеряете вот это желаемое как бы ширину рукава желаемую в конце в начале и считаете сколько нужно добавить петель значит потом плечо соответственно спущенное вот допустим у нас здесь центр газания и здесь мы коротко довязываем до того момента пока у нас не будет одна вторая спинки то есть вот этот размер не довязанный как бы то есть мы довязываем до той точки где у нас будет спущенное плечо спущенное плечо мы определяем по ширине спинки да насколько я могу то есть мы меряем ширину спинки которую мы хотим и половину как бы и по этому размеру определяем насколько у нас спущено плечо вот до той точки нам нужно довязать вот далее мы набираем немного здесь я нарисовала много но на самом деле там немного петель до нужной длины кардиганчик коротенький поэтому здесь будет немного петель вот так вот примерно и вяжем до начала горловины где-то вот так вот мы вяжем до горловины далее моменте вы как мы довязали до горловины это еще не центр вязания то есть эту часть мы вяжем одновременно уже не добавляем на рукав это у нас будет плечо далее разделяем вязание на две половинки по плечу то есть равна равноценный здесь мы вывязываем скос на горловину сначала несколько петель закрываем и потом вяжем ровно а потом эти петли восстанавливаем я нарисовала неправильно вот она здесь у нас ровно половина вязания здесь же что мы делаем здесь мы делаем как бы вяжем одновременно одновременно убавляя по одной петле в каждом втором ряду здесь я вижу так по одной петле достаточно такой крутой скос и мы добавляем что здесь делаем мы здесь мы по спинке вяжем вывязываем горловину и далее вяжем как бы повторяем точно так же как здесь вот эту вот часть вот когда сошли на нет все петли переда мы соответственно их не закрываем вернее мы здесь оставляем петель 10 и из них вывязываем завязку чтобы она у нас была цель навязанная далее здесь для второй полочки как бы мы набираем 10 петель вяжем завязку вот и потом начинаем прибавлять по одной петле каждом втором ряду пока мы полностью не продублируем эту вот как бы полочку левую а здесь у нас будет правой то есть у нас уже готова будет завязки и обе полочки вот далее мы вяжем ровно уже с полочкой от горловины вернее горловине вот я неправильно там сказала девчонки не одну же спинку мы вяжем мы вяжем спинку только до конца горловины потом мы соединяем уже с начатой полочкой правой и вяжем до плеча далее закрываем по спинке и по переду то количество петель которое мы добрали и далее полностью дублируем вот этот вот рукав здесь мы сокращаем по 3 петли с той периодичностью с которой вы это делали здесь и соответственно по как бы скосу рукава но здесь не очень то уж часто все сокращается это зависит от того сколько как бы вот так вот я вижу эту модель вот тут вот немного ошиблась не туда нарисовала до горловины то есть понятно что вот эта деталь у нас идет запахом вот что касается планки планка там вывязана у них цель навязанная вот когда вы разделяете то вы здесь отделяете допустим 5 5 петель там не более и вяжете их резинка 1 на 1 а после вот этих вот петель после планки вы делаете сокращения будет точно также и здесь у них отделенная планка здесь она не привязана не пришита она отделена и после этой планки делается сокращение и добавление вот точно также здесь после планки вот вот так вот и она получается цель навязанной по сути вам придется сшить только вот этот вот шок до сложить потом вот так вот и сшить этот боковой шок и все и больше вам ничего делать не надо я понимаю наверное сложновато как бы нарисовали голове эту конструкцию на самом деле тут не сложно вот так что пишите если что если вам модель понравилась пишите с удовольствием разберу и мини мастер-класс я вам сделаю в общем наглядно покажу ну а на сегодня все девчонки с вами была бика и школа рукоделия всем пока пока